Утро на Болткоме 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 которая очень важна сегодня с точки зрения того же ковида, мы это испытали, какие-то дальние районы отвезти лекарства или что-то ещё. Вот ребята думают о таких социальных вещах, это мне как раз очень нравится в современном поколении, поэтому давайте в них верить, им помогать и выстраивать вот этот правильный вектор. Я, кстати, приглашаю всех у нас в четверг в гостях Делойт, и Делойт будет проводить такие карьерные дни, где как раз будет говорить об экономике искусственного интеллекта, экономике искусственного интеллекта, где будет говорить об интересных задачах для аналитика данных. Сегодня данных море, и нам надо научиться их использовать с пользой, использовать с пользой человека, планировать, предсказывать, предъективно обслуживать всё наше устройство. Приходите, это открыто, четверг, 4 часа, карьерные дни в ТСИ Делойта. Да, кстати, сейчас вообще молодцы компании, снова проснулись, снова очень активно приходят в институты. Вчера у нас в гостях Аэробалтик был, и тоже студенты очень довольны их рассказом о будущем, о своих профессиях, которые они могут получить. То есть всё, что вы сейчас перечисляете, эти вот названные, например, две фирмы, свидетельствуют о том, что в Латвии можно найти применение мозгам, что не утекут вот эти вот лучшие ребята от нас куда-то на запад, не знаю, на Дальний Восток, не Дальний Восток. Александр, знаете, здесь две стороны. Первая сторона – это, конечно, работодатель, который действительно видит этого ценного специалиста, поможет ему институт, который поможет ему развиться. Спасибо работодателям, которые требуют от своего работника, чтобы он закончил высшее образование. Это правильно. Но есть ещё понятие среда, в которой мы живём. Очень важно, чтобы государство поддерживало молодёжь, поддерживало с точки зрения разных программ, демографических программ, жилищных программ. Это другая стезя. Мы должны создавать среду комфортную для жизни молодых. Ирина, скажите, не кажется ли вам, что, может быть, даже какой-то отсталый взгляд на мир мы демонстрируем, когда говорим, что вот не утекут ли мозги? Ведь сейчас технологии позволяют нам чувствовать себя людьми мира, когда человек живёт в одной стране, работает на компанию, которая находится в другой стране, и общается с коллегами из третьей страны. То есть это вот всё, и у него перестаёт это казаться чем-то странным, для него это абсолютно естественное состояние. Абсолютно правы, что сейчас совершенно поменялся концепт и образования, и концепт работы. Да, всё больше работодатели разрешают такую удалённую работу, но, тем не менее, сами же работодатели бьют тревогу о том, что теряется вот этот аспект социального общения между людьми. У нас вчера был открытый семинар наших партнёров с компанией Accenture. Мы периодически проводим вот такие открытые семинары, обучение преподавателей и так далее. Мы очень дружим с компанией, слушаем их тренды, тенденции, какие у них есть. И вот задали им вопрос, как они считают, какое должно быть образование. Больше удалённого образования, всё-таки айтишники, мы очень для них айтишников, да, как они считают, где удалённого образования, где всё-таки надо их возвращать в классы, потому что сейчас очень трудный период для этого. Они однозначно ответили, возвращайте их в классы, им не хватает навыков общения между собой, и не хватает навыков общения с клиентами. Если раньше айтишник мог сидеть за компьютером, ни разу не общаться с клиентом, мы или люди, которые это делают, сейчас это очень важное качество у специалиста в области айти, если он может объяснить клиенту задачу, правильно поставить, обсуждая с клиентом задачу. Очень важны навыки социального общения. И я задала встречный вопрос, а как же вы тогда два года практически были во время пандемии на удалёнке, они говорят, мы ощущали, ощущали нехватку вот этого общения, и думаем сейчас такой микс работе. Да, конечно, здоровье прежде всего, но есть ещё понятие ментальное здоровье, которое требует общения. А вот это вот общение, ну, есть же классические примеры, когда Нильс Бор и Альберт Эйнштейн, ну, их пикировки знаменитые, когда каждый вот приходил, ночь думал, чем ответить, и просто вот это общение двух учёных, оно как просто высекало искры в науке, потому что каждый из них вот фонтанировал идеями, именно обмениваясь идеями с другим. Абсолютно, вы правы, в споре рождается истина, известная фраза, да, и любая борьба — это двигатель, двигатель чего-либо, и науки тоже, да, когда спорят разные точки зрения. Для чего нужны конференции? Вот мы очень остро ощущаем, что конференции — это то, что мы немножко потеряли во время ковида, в каком смысле? Да, они все проходят удалённо, но не хватает общения, не хватает споров между учёными, где они могут иногда повздорить между собой, обидеться друг на друга, но они отстаивают свою правоту, и где-то в неправоте вот рождается та истина, в которой мы все нужна вся, да. Поэтому я согласна, что споры, общение — это сегодня очень важный аспект, которым должен учить любой институт, любой, не только институт, школа, да, и это важный момент. Да, Ирина, у меня есть вопрос. Немножко хотел бы вернуться на полушажка назад в нашей беседе о применении всех этих знаний. Вы знаете, обидно. Я очень люблю бывать в Эстонии, в том числе как пример того самого практического применения знаний и технологий. Почему-то одинаковый у нас был старт в 1991 году, но сейчас приезжаешь в Эстонию, там по Таллину роботы развозят заказы из магазинов. Ну, условно, там, Риме Максима и прочее. Вот робот катится сам по себе куда-то по адресу. Даже не человек вот эти волт-болт доставщики, а робот. А недавно-недавно-недавно судьба занесла меня в Тарту, в Национальный музей. Он полностью интерактивный. То есть, ну, настолько простые решения. В билет, бумажный билет, вшит QR-код, подносишь к какому-то экспонату, там стоит ридер, к ридеру прикладываешь, и текст меняется условно с эстонского языка на английский или латышский, на тот язык, который вшит у тебя в билет. Что не хватает, и кому не хватает, и почему не хватает в Латвии, почему мы не можем так? Вы говорите, замечательные ребята, замечательные идеи, нужные, правильные. И вроде и разработки есть. Где эти применения в жизни? Вот те же самые, не знаю, музеи, те же самые роботы и так далее. Обидно отставать от соседей. Вы знаете, господа, дорогие журналисты, я очень рада, что вы говорите именно об этих вещах, потому что вы очень страшная сила, достала журналисты. Больше говорите о науке, больше говорите об образовании, больше говорите о таких замечательных вещах и обращайте внимание общества на это. Мне кажется, мы перестали рекламировать по-хорошему образование, по-хорошему. У нас пропала вот эта вот, знаете, в обществе поддержка где-то, инновации, потому что обращаем внимание на негатив, который постоянно льётся, на какие-то, я не знаю, разборки в пространстве, медийном, поп-пространстве и так далее. Важно смотреть на детей, важно смотреть на то, к чему мы идём, и учить стариков в пространстве. Тоже такое скажу. Вот в Кунжа-Таллине были определённые открытые школы для пожилых людей, где их учили обращаться с дигитальными средствами. Давайте посмотрим на наш возраст, на возраст наших жителей, города Риги, Латвии. Я думаю, что многие скорым ходом не смогли бы работать. Многие не знают, как это импульсить. И это тоже то, о чём должно думать правительство, думать, как часть интегрировать. Я хочу сказать об одной очень важной инициативе, которая тоже, слава, идёт, я считаю, от работодателей. Сейчас работодатели задумались, что им не хватает в командах по развитию технологий девочек, женского школа. Ну, это было замечено, в том числе и в нашем эфире мы поднимали этот вопрос. Мы заметили эту тенденцию, обсуждали её, да? Так и есть. Хорошо. Да, да. И вы знаете, есть компании, которые вот, например, у нас учредили специальную стипендию для девочек, поступающих на программы IT в этом году, да, на первом курсе. И немецкая вышла к нам с предложением, что мы готовы именно девочек поддержать. Потому что в каждой команде, которая разрабатывает что-то для общества, обязательно надо рассматривать все слои общества. И никогда мужчина не поймёт, для чего, ну, извините, там какие-то специальные вещи нужны там на транспорте. Поэтому обязательно должна быть женщина в этой команде, чтобы аспект пользователей женщин общественного транспорта вот задумалась бы и вынесла этот аспект. Вот что, мне кажется, делается очень хорошо в Эстонии. В Эстонии очень хорошо промоутят все их инновации и все их технологии, которые они внедряют. То есть они заранее начинают готовить общество для этого. Мне кажется, поэтому общество легче на это реагирует. И когда оно легче реагирует, оно использует. Знаете, мы используем то, что мы понимаем. Если мы это не понимаем, мы это боимся. Здесь еще есть такой аспект, как мне приходит в голову, какое-то утилитарное применение денег. Но если есть у тебя бюджет, то ты его можешь освоить по-разному. И вот на примере того же самого Национального музея в Тарту видно, куда были потрачены все эти деньги буквально до копейки. Вот они технологии, вот он дизайн, вот он там, не знаю, вот это UX пресловутый и тому подобное. Хотелось бы от наших деятелей, от которых зависит и распределение, и освоение бюджетов, добиться такой же аккуратности и такого же профессионализма и такого же, я не знаю, огонька в глазах. Не просто освоить деньги, а именно с пользой и максимально современным способом. Ну, у нас тоже есть такое, чем гордиться, мотор музея, я всегда туда вожу всех гостей, которые к нам приезжают. Вне всяких сомнений, который появился скоро 15 лет назад, и он до сих пор единственный. Да, он роскошен, он великолепен, но он единственный, и мы не видим, к сожалению, других примеров. Абсолютно верно, согласна, это надо, и главное, что это как раз привлекает внимание к технологиям, есть проблема, ладка и сегодня, что у нас очень малое количество детей выбирают именно программы в области STEM, в области технологий, в области IT. Вы знаете прогноз, который меня убил, что в 25-м году нам не будет хватать 20 тысяч специалистов в области IT. Космар, то есть это такие достаточно пугающие цифры, их подготовить, взять откуда. А учитывая отрицательный прирост населения, надо эту тему мы тоже только что подняли, ну, во-первых, это за счет лучшей части человечества, я имею в виду девочек, женщин, и, конечно же, возрастной. Ну, все-таки латвийское общество взрослеет, и на это нельзя не обращать внимания, и, то есть, развернуться тоже к сеньорам давным-давно пора, и привлекать их тоже и на их труда, и обучение, мы тут уже что-то обсуждали, но там и есть. Ну, тут, в принципе, вот я вижу еще проблему в том, что действительно, вот сеньоры, ведь они, есть такое мнение, что прогресс мог бы быть гораздо более стремительным, но приходится оглядываться все время на ту часть общества, которая, ну, тяжело воспринимает вот эти новые технологии, и мы не можем игнорировать их нужды, мы должны сделать это более все-таки понятно для них, и это может иногда даже тормозить прогресс, то есть мы бы могли идти дальше, но мы вынуждены все время оглядываться назад. Ну, это известный парадокс Азии и Европы, да, в Азии технологии в обычной жизни внедряются гораздо быстрее, чем в Европе, потому что там действительно процент молодого населения, который использует мобильные технологии, он выше, да, поэтому там идет быстрее внедрение, там на том же, ну, я больше транспорта говорю, потому что я этим занимаюсь, да, но там гораздо активнее это внедряется из-за того, что там больше людей пользователей мобильных приложений, то это действительно проблема, которая должна на государственном уровне решиться, на государственном. Я с удовольствием отвезла, не знаю, свою маму там еще кого-то, в какую-то там посредственную школу, где бы ее получили, например, пользоваться в телефоне смарт-приложениями. Украинские школы, Главное, чтобы такие школы были, такие школы и такие высшие учебные заведения. Тоже мы не можем не оглядываться на таймер, на время, нам тоже надо двигаться вперед, к сожалению, извините, Ирина, наша сессия закончилась. Сейчас протянем зачетки. Ирина Яскев, профессор и председатель правления Института транспорта и связи, он же ТСИ был с нами на связи. Огромного спасибо и хорошего дня. У нас впереди культурные гости из Украины. Коллектив Prime Orchestra скоро отпразднует свое пятилетие концертами в десяти городах Латвии. Что такое Prime Orchestra? Это прямо шоу, эпатажное шоу с рок-бэндом, вокалистами и даже диджеем. все это исполняет и классические мелодии и вполне себе мелодии ритма современной эстрады через пару минут буквально в нашем эфире. Слушайте Радио Болтком.